Лектора нашего общественного лектория при музее Тульской древности, при царском музее заповедения Кликовой Боль. Там сегодня приехал из Рязани, это тоже христианский, это очень интересно, потому что мы помним, как 14 век, это в наше время, в нашем музее, в котором мы исследуем. Сложно, интересно складывались взаимоотношения Рязанского княжества, во главе которого стоял великий князь Рязанский Олег Иванович, Московского, великий князь Московский Дмитрий Иванович. Вот эти перипетии достаточно сложные, которые приведут потом еще и к браку между их детьми. Но он представитель Рязанской земли, это один из крупных ведущих историков нашей страны. Сферы его интересов для нас весьма интересна в различных точках зрения. Но всякий русский человек, как будто ситуацию начала XIX века, особенно в разрезе власти общества, он представляет себя по-своему. И всегда хочется углубить свои знания об этом периоде Евгения Александрова, прекрасное начало, о периоде, который мы врастали в героической симфонии 1812 года. Ну а наш сегодняшний лептор от исторических наук, это профессор, это член ученого совета Болево-Исторического и природного музея с поведением Куликового поля, это Владимир Чаркульшин. Спасибо, Владимир Евгеньевич. Спасибо уважаемым слушателям. Итак, у нас на дворе 2015 год от Рождества Христов. Пошло бы мы, неим, наше Отечество отпраздновали столетие начала Первого войны. Совершение к Отечеству войны поднесло в этом году. Кстати, заметь, так не торопясь, мы через поле подойдем к столетию Великой Русской Революции 17-го года. И у нас возникает проблема, революция, альтернатива реформ. При этом, сейчас у нас много будет говорить о революции, это вот реформа у нас как-то не получается, ведь на самом деле, если хорошо вдуматься в русскую историю, даже в рамках школьного учебника. Ведь реформы в России были, были реформы крупные и достаточно нерезудачные. Речь идет о отмене Копастного права в 1761 году. Кстати, тоже юбилей недавно был, пошел тихо, незаметно. И вы знаете, наверное, вот скажу, что это даже хорошо. Почему? Значение крестьянской реформы отмене Копастного права было понятно людям конца 19-го века. Начало 20-го, а к нашему 21-му веку, как-то тихонько стало забываться, но сказать, что плюс почему. Все-таки то, что Копастное право, что-то вот когда человек видит, собственно, другого человека, это уже у нас забылось. И когда Мурдов стал с эцидивами, пережил Копастного права, они встречаются. И юридически, и психологически. Сталося такое неприятное, противно всем, что, слава Богу, Копастного права, кажется, ушло навсегда в прошлое. Но ведь это была реформа. И как бы ни стал кризис позиции, те, кто был за, против реформы, кто проводил, кто организовал, кто был ее пассивным и активным участником, тем не менее, прошли их десятилетия. Реформа-то была большая, важная, значимая, в целом успешная. Хотя я с вами говорю, что мы живем в условиях политического и политического плюрализма, у нас настоящая подлинная демократия в нашем российском варианте. Какие только точек зрения не встретишь, вот, начиная с юбилея, в христианской форме, очень почтенны люди, коллеги наши, из тех, кто я очень лично уважаю, в реакторе не доказывает, что Александр Второй поспешил с отменой Копастного права. Так что, есть тоже, есть о чем поспорить, но выскорство мнения, но он слегка такое консервативно-тенционное, это хорошо, что одни русские люди пристали быть собственностью других русских людей. И дай бог, что это будут только прошлые изучения. Но как Россия дошла до этой, в достаточной мере, удачной и успешной реформы? Кто ее провел? Вот сейчас выскорил тезис, возможно, часто, у нас интеллигенцев, вызывает вначале, как у кошки, чувство желания показать когти, а потом привыкают. Слово бюрократии, французское происхождение, языках европейских, часто, из чисто нейтрального окраска, вот в наш язык, оно вошло, начиная с деконаций, это сугубо отрицательная коннотация. Если бюрократия, это значит плохо. Бюрократ, это очень плохой человек. Это есть свои причины, свои традиции. Но выскажу следующую точку зрения, если я считаю, что опыт 19 века показывает, что даже в России бюрократы будут играть позитивную роль. Я сейчас попытаюсь, у меня есть одна оговорка, вот какая. Когда он в наше время стал из нашей современной бюрократии, негативный, никогда, когда нехороший, мы храним бюрократами, на мой взгляд, это не классическая бюрократия, это не бюрократы 19-20-го, это совсем другой тип государственных служащих, кто требует еще отдельного изучения всеми возможными гуманитарными, социальными, и, возможно, естественными. того, что было позже, 20-го века, ставим за пределами нашей беседы. Ведь кто отменил, как посмотрят, конечные итоги, владельца императора Александра Второго и части российской бюрократии. А как они подошли к этой реформе? Как Россия, Российская империя, это смогла сделать? Века Екатерина Второй. Императрица, женщина посвященная, много читающая, понимающая, знала, что капостное право и все, что снесли, это не очень хорошо. Но в то же время, ведь что бы не было важно? Удержаться у власти. Была умная женщина, согласная с Золушкой, немецкой на русской почве, под Золушкой очень зубастая, как щечка, которая смогла стать великой правительской, деваться было не было. Муж был убит, но докажет, что она имеет право управлять этой огромной страной. Конечно, когда женщина понимала, что написать в наказе можно все, а как это сделать на практике? Ее сын Павел Петрович, кто вошел в нашу историю с не очень хорошей репутацией, и тоже был по своему царе, не даваясь детали управления, и что он пытался сделать? Сделать идеальную Россию так, как он это понимал, как понимали в конце XVIII века, у него часть тогда получилась. Его резиденция, еще достойный престол, Гатчина, да все, что такое. Это идеальный немецкий город на северо-западе Российской империи. мостовые, мостовые, будочки, полицейские, которые не берут взятки, а у ПСУ роль поддержали порядка. Канава, тренаж, аптека, школа, ну все хорошо, все красиво, как было устроено в германском государстве, но это было Гатчина. Маленький городок от Петербурга. И когда с ними простыми, понятными методами, то можно очень привести современные фразы, помните фильм о собственности национальной охоты, упал, обжался, и выпал на приказ, как-то реформы таким путем не проходило. В итоге двадцовый переворот. Когда я вспоминал Павла I, мне часто было даже чуть жалко. У меня главный достаток, он был убит в ходе переворота, и воплотили в главного сумасшедшего российской истории. Что было, это не так, он просто потерял власть и жизнь, поэтому стал виноват во всем. Если вы помните, даже его противник был безумный мальтийский проект, в этом не было безумия, была попытка, не лишенная в собственном контексте сдалась смыслом. Когда он мечтал стать проектником Мальты, в это время русские войска контролировали ионические остроты. Как только они оттуда ушли, Британия взяла под свой контроль и до середины 2-го и 19-го века прочь не держала этот рубеж. Мальту тоже. Так что умышство было неплохое, но до моей политики он забыл о входных дверях Михайловский сад и был убит. Его сменяет его сын, Александр Павлович. Часто ему что, он слишком осторожно готовил рифов. Но если посмотреть в исторический контекст, так сказать, было не минус, это был плюс императору. Личный опыт, судьба отца, дедушки, опыт Европы, что показывал, что одной волей императора, да, самодержавного, чтобы обменить Россию, огромную страну с очень сложной структурой. И хотя называли русским сфинксом, он, наверное, осознал, что он сам управляет огромным российским сфинксом, и вот это его путешествие после десятилетия по России, которые называли иронию многих современников, включая Пушкина, это была первая попытка хождения своеобразного народа, не интеллигенства, более 19 века, а первые лица государства. Ну, посмотрите, а чем же он управляет, что с этим делать? Спиранского надо писать любой проект. А вот как хоть часть из этой это реальная частью российской жизни? Но ответ он так не успел дать, он ушел и в жизнь. Николай Первый тоже думал о реформах, он мечтал о них, но считал, что где-то так, чтобы Россия не была бы тесена, чтобы престол и дворянство осталось. Что вот и получается? На первый взгляд всего несколько проектов. Проект Спиранского, ну, возможно, записки, с поэтом Киселева, ряд других, на самом деле, все было не так. Несомерно, Александр Первый, Николай Первый заложили прочный фундамент будущих реформ с середины 19 века. Заложили, конечно, не только они, а тот инструмент, который они использовали и относительно эффективно. Это российская бюрократия. В нашей литературе есть две точки зрения. Одна считает, что российская бюрократия появилась где-то в эпоху Ивана Третьего. Для этого есть определенное основание. Но, скажем так, были служащие, чиновники, но не бюрократия, научно понимать это слово. Она складывалась, складывалась долго, сложно, с откатами, приливами. Эпоха Петра это тот момент, когда она была создана в виде идеального проекта для Орановых, А затем возникала, создавалась, исчезала смена эпохи Пуго в 1908 году, появляя основу уже советской партийной бюрократии. Вот уже отдельный вопрос. Что не хотало Павла, что не хотало Александра Первого, что не хотало эффективного механизма управления страной. Его нужно было еще создавать. В итоге негласный комитет, бюрократы Пуфникова Первого, создали эффективную в этих времен систему образования. Они создали тот механизм, кто позволял чиновник типа Спиранского по социальным лифтам подниматься выше на высшие послы. На это ушло 10 лет. Они что добились? Еще в эпоху канун 19-го года образование университетское, гимназическое, что было для дворян? В общем-то непонятное и ненужное украшение то, начиная с 20-х годов по личным воронинам человек испеющий семидон иметь образование. Если не военно, то тогда нужно университетское. Вот это все и стало подпосылкой будущих префор. Чтобы понятно мысль приду судьбу подставлять, кто обычно с объектом орубили, хотя зря. Это Сергей Семенович Уваров, министр народного посвящения эпохи Николая Павловича. Если это очень кратко, придут два факта. Биографии станут со всеми дугими царскими, советскими, да и нынешними министрами народного образования и посвящения как-то еще называя вас в разной эпохе. Кто из них дважды был готов сломать свою карьеру ради защиты российских университетов. Первый раз Уваров сделал в 1818 году, точнее 19-м, когда Магницкий предложил хорошую идею оптимизировать Казанский университет полностью и закрыть для начала. Есть учебное выживание на восток от Москвы. Есть кто решился открыть и сказать что это не надо делать был Уваров. Призванный на высокую удобность в этом ведомстве, он в 1848 году, когда опять в СИД закрытой части университетов, он сперил статьи в защиту этих университетов русской печати, поднимал очень смелый шаг, ему было сделано замечание, пришлось уйти в отставку, за непосредственно инсульт, ранние смерть, то произошла как раз совокупадение Севастополя, то, что какого было умирать этому министу, видя, что происходит с Россией, но он не побоялся сделать в эпоху Николая Павловича, более сложную и жесткую, чем наша демократическая Россия на данном виде. Потому что человек очень достойный, когда ругают за то, что он был бюрократом, в данном случае за крупу хвалиде. Что такое русский профессор униститета, учитель гимназии, учитель начальной школы. Несчастный, затаянный всеми, полупрезираемый учениками и их родителями, человек должен научить писать, читать, что-то дать. После Уварова они стали частью государственного аппарата. Чиновники стаблил. Патаблиранов получали чины, делали карьеру, получали ордена, стали уважаемые люди, частью государственного аппарата. Без этого дальнейшее развитие русской школы высшей и средней начальни было бы просто невозможно. Подставьте, я не знаю, как вы знакомы с современным положением нашей школы и средней и высшей, представьте, если бы нынешний профессорам, доцентам, продавателям дали статус государственного служащего в современной России. Этого нет. Не являемся служащим государством. Он для тогдашних учителей и профессоров этого отнялся. Благодаря огромный шаг в пути прогресса. Итак, вот это готовило будущую реформу. Не торопясь, в общем-то, и начиная этот путь, ни члены главы комитета, ни блудов, ни дашков, ни уваров, по сути, бюрократов, ряде, были готовы увидеть их вводы. Некоторые блудов, и князь Сиасевский, слабо, удожили до отмена по словам права. Им повезло. То, о чем мечтали еще юношами, они заметили, они могли пощупать, хотя Россия новая, по реформе их не совсем радовало. Часто бывает, когда обход нового поколения, пусть с плодами старших поколений и считают их просто посетить старыми дураками. Я в данном случае цитирую Ерцин, его издание, вот, князи Вязевска, Дуге Пушкина, поэта, которого в конце жизни, вот она, ирония судьбы, как поэт, литератор, журналист, его по Александре Первой, Николая Первой щипала цензура, он в конце карьеры товарищ, то есть заместитель министр народного посещения и руководитель цензурного ведомства. Начинают цензурные реформы, много дают для того, чтобы потом Ковщедрин, Тургенев, Лев, Толхой, многие остальные могли печататься, их глупость цензоров, но в Лондоне Ерцин против. Слишком мало перемен. И когда кто-то замечает, что может не стоить ругать князя Вязевска, это плохой на фоне их чиновников, Ерцин пишет, я буду буквально всячески ругать этого старого дурака. Это самое парадоксальное, что Ерцин умрет, а Вязевский будет еще жить несколько лет. Кстати, также назывался Вязевский Пейсарев, кто тоже вкусил плоды цензурных реформ Вязевского. Кстати, женатый на первом браке на дочери Вязевскую Валуев, будущий министр. Еще вот парадокс истории, они над ним смеялись, устаревший тип, а он всех пережил, и хотя в конце жизни были старческие деменции. Тем не менее, парадокс очень четко говорил по многим вопросам к миру в своих письмах в конце жизни опыт российской истории отекны второй и Александра Второго. И так плоды просвещения появились, в прямом смысле этого слова, потому что и для чехниевласт комитета, и для Александра, и для Уварова эпоха просвещения была тем исходным моментом, от которого не отходило. Но это столица. А как у нас в огромной российской провинции? И дело в том, что вот эти импульсы пошли от столицы, от верхов бюрократии, медленно, не торопясь, но побирались и появлялись в русской провинции. И можно сказать, за всю огромную Россию, все ее районы, я попытался вот проблема как же это было центр России, посетить например несколько губерний. Бризанская, Тульская, Пентинская, Тамбовская. Почему на эти губернии? Я подвольствую отлечься чуть в сторону к вопросу, ну, словно говоря, исторической географии, вообще общественного развития. Вообще что такое Россия? Это огромное количество территорий, семей, ну, словно говоря, из какого-то современного региона. А что такое есть в губернии? Ну, обычно в России это административная территориальная единица, субъект Российской регерация. Эдминистративные границы у нас присматривались раньше, на старше, наверное, в будущем будут присматриваться. Так что регион это вещь исторически конкретная, текучая. И раз он появился, то рано и поздно что мог произойти, к сожалению, регион мог даже исчезнуть. Бывало такое, мог опять возродиться классический пример нашей современности. Еще в конце XX века Донбасс был историческим термином, а так Луганская область, Донецкая это часть Украинской Советской Социалистической Республики, потом здесь Украина, часть Донбасса Ростовская область, как бы Донбасс вообще исчез, как в своем понятии. Возошла другая ситуация, все изменилось, и ныне Донбасс это реальный регион Европы, с ним проблемы будут решаться. Вот если брать эти губернии, и кто даже нет обобщенного названия, обычно что сказать, это центр России, это не собой, в основном Тамбов, Рязань, Донбассе, Тульская область, это что, ну это явно Московская область, так, это центр, совсем другой центр, если у нас понимать, центральный Черноземья, столица Воронеж, по их мнению, ну это явно не Тамбов, и тем более не Тула, не Рязань. И вот у нас сложилась такая картина, благо коренной жителей этого славного региона, мои предки, они курские и рязанские государственные крестьяне, поселившись в Рязани у Пух Николая Павловича. Вот у нас тоже впечатление, что вот эта территория, условно говоря, в кавычках, территория Среднего Павловича, Верховья, в Дону, это отдельный регион России. Это сложилось вокруг Стресс-Кавидра Александровского княжества, в эпоху Днени земель, и затем была та часть, тот плацдам, откуда Россия пошла на юг, на восток, в ченоземный степик, по Волжью, и был момент, когда здесь, это был 17 века, Конституционная сорвнула часть русского крестьянства, и что потом что произошло? Промышленный переворот, железные дороги, Ростолиц, тот же Донбасс, и в итоге этот регион как бы стал рассасываться между разными регионами, центрально-промышленным, центрально-черноземным, вот у меня есть друзья, коллеги из Пензы, и когда объясняю свой концерт, вот Рязань, Пенза, там Бовн, Яма были связаны с датем опасного права, то позвольте, Пензенская область, часть федерального Поволжского округа, и мы едем сейчас не в Москву, а ездим в Самару и Саратов, не сомненно так, но это когда? Сейчас, а тогда-то была часть, вот этот регион, который потом российская история потихоньку рассосала. Кстати, вот я позволю себе сказать один тезис, только международный, ладно? Я обычно студентам не люблю его высказывать, почему, мне кажется, студент сходу вот упоминет. Дело в том, что сейчас очень модно строить землячество, наверняка есть тульское землячество в Москве, рязанское землячество, и обычно это есть какой? Что более миллионных выходцев из Рязани живет в Москве. Ну, где-то, кстати, сейчас в Рязанской области осталось миллион двести с чем-то тысяч коренных жителей, не приемших других стран. Вот когда вот говорят, ведь это что такое? Это судьба Ирландии, Великобритании. На данный момент ирландцы больше живут в Великобритании, в Нью-Йорке, чем в самой Ирландии. Ирландия так, классическая, когда все Британский империй из нее высосали, и Ирландия, это какая и сейчас. Вот такой внутренней колонии, как-то вот не очень приятно звучит, где самолюбие, но это факт, была Тула, Рязань, да и были вот эти приокские земли, где Российский империй и Советская Союз. Потому что когда говорят о роли столиц, о роли Урала, все правильно, надо забывать про местное крестьянство и дворянство, и другую глупость, которые создавали Россию, Советский Союз своими собственными усилиями, постепенно растекаясь по одной шестой земного шара, отдавая все, что могут, даже свои судьбы пьянки. Как дело в целом здесь? Если обратиться к миру францисиального чиновничества, в 1-й по 19 век, в эпоху еще Павла и Александра I, это не были бюрократы, это были специальные чиновники в сильных должностях, управляли альбоми эффективно, мужики платили налоги, когда они бунтовали, их наказывали, плюс там взятки, казнократство, семейный клан, то бодро сидели, так как это было в эпоху 16-17 веков. даже первые лица назначаем царем губернатора кто были последние? Да в общем-то отставные военные, которые в прямом смысле просились на эту должность в эпоху Александра I первого года реформы Главского комитета с какой мотивации? Вот я послужу царю-батюшке, вашей бабушке, вашему отцу, заслуги есть, а пенсию маленькой. Да и сделайте меня пожалуйста губернатор. Я вот рассказал чуть своими словами обращение к императору Рязанского губернатора Шишкова, брат известного министра. Вот вы новый император, дайте мне министра Рязанского губернатора, поскольку я подержался, трудно жить на пенсию она маленькая. Вот такая была мотивация. Он, кстати, должен сполучить. В эпоху Александра I трижды корпус губернаторов в этих губернах сменились. Первые, конечно, в первые дни правления Александра причем новый император, новый поближенный, новый покровитель, новые связи, лобберов в негазитском современном и смену губернатора. Причем происходит порой настолько экзотично, что это жал нравы той эпохи, весьма простые, далеко того, что было накануне 19-х. Представьте, Пензенская губерния, его Павел I вообще распустил, Александр I восстановил и приезжает первый Александр губернатор, генерал Игель, родом из Истляндии, то ли немец, то ли какой-то эстонец, кто приписался к немцам, в общем, чухолец, как говорили простые русские дворяне. Он, в конце всепорядок, по слову на свой прибалтийский военный манер, он сам генерал майор, опыт военно-полицейский, а местное дворянство, в день начинал встречать его в штуки, приехал нам учить, как жить надо. В итоге Вигель уйдет в отставку. Это, кстати, отец известного мемориариста эпохи Александра Сергеевича Пушкина. В общем, как уходит. Несколько местных чиновников, небольших чинов, пишут Александру первому письмо за копию Вигель о том, что устал управлять, отпустить меня в отставку. Это письмо отправят в Петербург, император удивлен, послал руководить губернии, а он не хочет, нехорошо, а прят в отставку. И несчастный Вигель получает в Пензе письмо, что а он уволен, по вашей просьбе, генерал. Начался долгое выяснение, суть по всему, за этим стояла ловкая интрига местного покурора, стал родственником будущего великого нашего поэта Лермонтова, данью родственника известного информатора, который нашел несколько мелких чиновников, которые при каких-то соображений написали очень похожим почеком это подложное письмо. Самое интересное, что в итоге Вигель ушел, а чиновников лет 5-6 жулили, выясняли, что с ним делать, и в итоге они остались на тех же должностях, потому что за ним было местное полициональное лобо, то, что они их руками сняли губернатора. Походит еще несколько лет, и следующая смена губернаторов, это эпоха постельзитского мира. Они опять все меняются, эти губерния, это явно стремление в эпоху Спиранского найти какие-то гады в провинции, кто смогут проводить то, что требует столица. А что требует столица? Один из важнейших источников жизни провинции в ту эпоху, вообще в ЦАСК, это губернаторский отчет. До сих пор идут споры, на сходы сцены данные, о урожайности. Я не буду сговорить о событиях после 1861 года. Но лично для меня, судя по отчетам губернаторов этих пяти губерний, все понятно, как они создавались. Министр он делал Кочубей, чем главный комитет, министерство, еще нужно понять, чем мы управляем, сколько населения, какие проблемы, что нужно сделать, чтобы делать лучше. И он с 1142 года принц, каждый губернатор в конце года должен написать отчет в столицу, что к февралю будущего года он попал в столицу, на сходу министр обобщает, сообщает императору, рационально систему управления. Кочубея понятно, Александру понятно, другим членом Николаевским тоже понятно, Спиранскому тоже понятно, непонятно кому, губернатору и Кочубе. Вот если взять первый эти отчеты вплоть до 1810 года, почему 10 сейчас объясню, то просто приятно почитать. И стали требовать простые вещи, понятные нам, современным. Их действительно губернатор честный плю. И дальше каждый местный губернатор пишет, насколько умеется от ума. Одни просто честно пишут. Простите, мы не понимаем, что вам надо, вы пошлите и уточните, мы все вам напишем. Другие, более очевидно хитроумные, начинают писать отчеты. Ну, представьте, огромная таблица, где аккуратнейшим почерком красиво написано, сколько дел поступило в производство в начале года, сколько завершено, сколько осталось. Очень красиво, по идее, что можно взять, почитать, как интенсивность труда, но если надо посмотреть, то становится очень понятно, что это написано абсолютно с потолка. Было указание, люди писали, местами, даже по диагонали, цифры повторяются. там был за штатный год кадр, там условно говоря 5000 дел, а более рай, это шацко, рядом уездный центр, богатый, цветущий, ярмарк и так далее, там 1200. Требуют данные, мы вам дадим. То же самое касается не данных, а в урожайности, там данная такая точность, хотя в тексте написано честно, пишет вот отчетный представник, хотя точное известие о урожаях ни я, ни о прошлом помещике в своих поместьях не знают. В итоге получалось, из столицы идет импульс, он тихо гаснет на губернском уровне. Потом у нас наступит война с Наполеоном в 1612 год, и хотя конечно отчеты за 12 год очень интересны, но они поступили в Петербург только в 1816 году. После ситуации император начали в Петербурге и затем в зданичных походах три года отчетов просто никто не писал. Потом в Странный Порядок и новый губернатор тех уже давно сняли, задним числом стали пытаться что-то написать, а потом исходя из этого уже описывая жизнь губернии в 1812 году. Но тем не менее проходит время и меняющие местные дел из пятого треба все больше и больше отчетности с чем привод к седине к 19 векам, к эпохе реформ для местных чиновников что становится важнее задачей? К концу года надо написать годовой отчет. То, что в 1901 году, в 1904, в 1906, в 1906 году было дикостью, к сине века понятно, надо написать, цифры должны сходиться по всем облицам, не очень выделяться ни в одну сторону. И с этого момента о чем мы говорим? что в столице слегка обстоят, а что дело происходит в провинции? И начинается нечто похожее на ту статистику, что у нас будет во второй половине 19 века. И вот, возвращаясь из загнищих походов, император Александр опять меняет весь корпус губернаторов в этом гим. Все те, кто, кстати, худо или бедно, бестолпово обеспечили нормальную функциональную жизнь в 1912 году, всех отправляют, причем с треском, с позором, к тому судебным дела будут длиться еще несколько десятилетий, пока постепенно свидетелей, судей и сами подсудимые не выморут после естественной смерти. И вот здесь что происходит? Очень важный эпизод. Он показывает, как Александр I хотел реформировать Россию. Он до смерти в Таганроге был готов это делать и надеюсь, вы помните, что последний проект конституционной эпохи это 1818-1820 годы государственная грамота Российской империи. Готовый Новосельцев, один человек в глаз комитета и князь Вяземска, друг Пушкина был ближайшим помощником. Вот почему этот проект называется проект Новосельцева-Вяземска. В чем суть? В будущем очевидно с ним познакомимся как-то или в устной придаче, о чем он давил текст Никита Муравьев и то, что плодал он с этой конституцией, деятельное устоество России, он взял из этой конституции. Он был какой? В России делились на полтора десятка крупных единиц держав по несколько губерний. в каждой государственной председательный орган со временем. Там было много общей способы конституции 1815 года. Очевидно у Александра был какой взгляд. Делим Россию на более мелкие странные части и затем постепенно их начинаем подводить тому идеалу, который возможно России будет. Какой идеал, как не обидно это было для декабристов, я думаю, для других русских дворян, вот то, как появлялась Польша под власть Александра I после 1815 года. А как это сделал Дни России? Вот в 1819 году бывший министр полиции Балашов известный визит к Наполеону в начале 1812 года описанного в Войне мира Иван Толстым приезжает в Рязань с особой полномочиями, причем полномочия были сугубо устной, император лично объяснил, что он хочет. Но правда Балашов, кто и знал в окно себя вести с начальством, он все тщательно записал свои записки. Это ему помогло объяснить Николая I, когда царь сменился, что вы там делали, генерал против губерния. И пять губерний с тот полем для первой попытки реформы. Причем на взгляд это следует, он показывает, что это вообще мило, чем он занимался. А занимался он очень важными делами. Наводил моментарный порядок, объезжал уездные, городские и разное родовое самоуправление сословное, вникал, а сколько у вас денег-то собирается? А где у вас повинности? А где у вас пожарный обоз? Он же есть на бумаге, а надо создавать. кстати, он первый добился, чтобы в Рязани и в Тамбой появилось мостовое, он научил нумерации домов. И масса других вещей, которые сейчас могут казаться уж такой ерундой. Но вся эта ерунда для российских провинций той эпохи была, если не революцией, то очень крутыми изменениями. Чтобы представить, насколько было сделано старательно, в Рязани до сих пор находится здание тюремных замков построено при Балашоне. Сейчас страна города, тогда окраина, так вот, начиная с 1824 года, этот тюремный замок до сих пор используется по прямому значению.